МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рустам Хамитов приняла участие в главном деловом событии России, презентующем экономический и инвестиционный потенциал страны. На форуме в Сочи были подписаны соглашения, которые привлекут в республику инвестиции на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Как сказал Рустам Хамитов, республика с каждым годом последовательно наращивает деловые связи на форуме. Наши делегации пользуются и авторитетом, и уважением, и нас слушают, и мы выступаем. И на самом деле, конечно, Башкортостан – это всегда очень высокая планка. И это все поддерживают, и все эти наши предприниматели, и производственники, и промышленники, и правительство все это понимают. Глава Кумиртавской администрации Борис Беляев также принял участие в работе форума. Он посетил несколько площадок, организованных для представителей моногородов и территорий опережающего развития. Сегодня мы видим, как развиваются набережные Челны, как развиваются Тольятти, Череповец, Краснотуринск, Анжиросуджинск. Но город Кумиртав не отстает от таких городов. Он активно принимает участие во всеразличных форумах. И, конечно же, мы стараемся активно работать по привлечению крупных инвесторов в город Кумиртав. И эта площадка как раз дает знать территориям о том, что нас, можно сказать, практически в ручном режиме с помощью федеральных институтов развития выводят на новый уровень развития. Это огромная ответственность для территории и для нас лично, как управленческая команда, которая обучалась именно в высшей школе управления Сколково. Обмен опытом и кооперацией между городами, получившими статус ТОСЭР. Такая идея обсуждалась между главами Кумиртау и Тольятти в Уфе, столице республики. В пятницу прошло заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Именно на этой площадке в Конгресс-холле мы записали интервью с главами двух моногородов. Мы хотим заключить соглашение между набережными Челнами, Кумиртау и Тольятти, чтобы потом следить за обеими территориями. Поэтому для нас набережные Челны и Тольятти – это пример для дальнейшего нашего развития. Сергей Игоревич, но вы, по-моему, никогда не были в Кумиртау. Нет желания побывать у нас в городе? Обязательно. Особенно завод, взящий вертолеты. Мы хотим пригласить Сергея Игоревича на инициационный пикник-2, который будет в Кумиртау в 2017 году, Сергей Игоревич. Так что вас приглашаю. Здесь же в Конгресс-холле глава Кумиртау презентовал нашу территорию опережающего развития Михаилу Бабичу, полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Борис Беляев рассказал, что на сегодняшний день шесть инвесторов готовы получить статус резидента от ОССР. Веломный город Кумиртау 29 декабря получил статус территории опережающей социально-экономическое развитие. Спасибо большое за содействие. У нас в Кумиртау реализуется инвестиционный проект строительства марселлиционного завода. Подсолнечный марселлиционного завода в Сенечке. И 6 миллиардов инвестиций в 600 рабочих мест будут созданы. Сегодня мы работаем активно по поиску резидентов в территории окружающего развития. Владельцы местные и челябинские. Честно, если бы не было ТОРа, пришли бы ли? Нет. Это все идут на ТОР. Идут на ТОР. То есть это будет точно вопрос. Приманка хорошая. Лучше хорошая. Дорожая приманка. О кооперации между моногородами говорили и на заседании Совета Федерации. 1 марта сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова предложила применить новый подход к развитию территорий через создание кооперации между ними. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов поддержал данное предложение и отметил, что оно заслуживает дальнейшего развития и изучения. Уважаемый Игорь Иванович, на наш взгляд, придание статуса территории опережающего социально-экономического развития очень эффективный механизм поддержки моногородов. В связи с этим вопрос. Вот в рамках этого направления, как вы относитесь к идее кооперации между моногородами? О чем идет речь? Ведь сегодня по УСПО правилам градообразующие предприятия не могут быть резидентами этих ТОРов. У нас уже родился проект в Республике Башкортостан. Вот, допустим, Кумертаус, авиационный завод, наиболее свои трудоемкие производственные циклы размещают в Тольятти. А в Тольятти автоваз в Кумертау сохраняются рабочие места, дополнительные налоги. Если принципиально поддерживать, мы готовы с проектом выйти, защитить его. С вами можем что сделать? Например, создать ТОР в большем объеме, чем просто муниципальное образование. Для этого можно провести работу по укрупнению муниципального образования, либо изменить наши правила, что ТОР будет покрывать два или, я не знаю, больше количества муниципальных образований. Вот это можно подумать. И это интересно. Но так, чтобы просто вы перерегистрируете, перевезете предприятия... Создать новых? Новых можно. Давайте подумаем. В принципе, интересная идея. По-новому вопрос для меня звучит. Спасибо. Я в Кумертау, кстати, собираюсь скоро быть. Подытожим экономический блок нашего выпуска. В этом году в Кумертау пройдет второй инвестиционный пикник, куда будут приглашены и инвесторы, и главы уже территории опережающего развития. Тольятти и Кумертау могут стать локомотивами в продвижении идеи кооперации. Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, посетит в ближайшее время наш город. Продолжаем выпуск. Лучшие из числа 400 участников кумертауские студенты стали победителями в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. На днях глава администрации города Борис Беляев встретился с будущими профессионалами своего дела. В Уфе с 13 по 17 февраля прошел второй региональный чемпионат молодые профессионалы, или по-другому WorldSkills. Десять студентов из разных учебных заведений города Кумертау стали лучшими в этих соревнованиях. В эти дни глава администрации Борис Беляев провел встречу с победителями и призерами. Глава администрации подчеркнул, что профессионалы такого уровня в родном городе будут всегда востребованы. Тем более, что в Кумертау ожидается реализация крупных инвестпроектов. Уверен, что это ваши первые шаги в достижении своей цели. Уверен, что это ваши первые шаги в своей реализации, в своих возможностях. И это для нас очень важно. Мы не ждем здесь каких-то приезжих людей, чтобы к нам приезжали из других городов зарабатывать деньги и работать. Мы хотим использовать наши свои трудовые ресурсы. На встрече студенты поделились впечатлениями от участия в чемпионате. Соревнования проводились по 30 компетенциям. Общее количество участников более 400 человек. Из города Кумертау свое мастерство показали 4 учреждения. Это филиал ОГУ, УГАТУ, Горный колледж и ПЭТ-колледж. Лучшие результаты у студентов филиала Оренбургского государственного университета. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета выступал на втором региональном чемпионате по стандартам WorldSkills в шести компетенциях. Результатами мы очень довольны, поскольку мы привезли городскому округу город Кумертау пять призовых мест из шести. Причем три места. Это первые места. И два места – вторые места. Единственная компетенция, по которой мы не заняли призовое место – это кирпичная кладка. Поэтому у нас есть к чему стремиться и над чем работать. Уже не в первый раз в конкурсе принимал участие Семен Власов. Ему предстояло доказать свое мастерство в компетенции, ремонт и эксплуатации легковых автомобилей, провести диагностику, найти неисправность в двигателе или неполадке в электрооборудовании машины. Семен с такими заданиями справился быстрее и лучше остальных молодых профессионалов. В результате у него первое место и золотая медаль. Уже не первый раз ездим туда. Первый раз у нас было в Оренбурге такое мероприятие. Но сейчас уже в Уфе было как более неволнительно. Мы уже знали, к чему идем, знали уже точные правила. Подготовка уже была более лучшая. Второе место занял Айрат Олимпаев. Как и у многих, кто принимал участие впервые, ему не хватило опыта. В следующий раз результат будет выше, уверен он. Везде есть свои сложности. Мне очень понравилось само мероприятие, как организация на высшем уровне, можно сказать. Да, естественно, опыт получил и, думаю, применю это в жизни в дальнейшем. Для конкурса такого уровня высокой оценкой считается и получение бронзовой награды. Ралина Булатова из педагогического колледжа достойно прошла все девять этапов состязания. Было нелегко, признается она. Я получила для себя большой опыт. Я участвовала в первый раз. У меня новое знакомство, то есть и опыт большой для моей будущей профессии. Сложности были в том, что со многими заданиями я не была знакома. Например, с робототехникой, со смарт-доской, со смарт-столом. Вот это большая сложность для меня была. И большое волнение. В завершении встречи благодарственные письма администрации были вручены родителям студентов за достойное воспитание детей. Лучшие профессионалы будут представлять республику в отборочных соревнованиях для получения права стать участником финала национального чемпионата. Он пройдет в мае в Краснодаре. 27 февраля в Кумертау прошло заседание благотворительного совета, в котором обсудили результаты работы и определились с планами на будущее. Подробнее расскажет Константин Меркушев. Обсудить то, что сделано и то, что предстоит в новом году. Экспертный совет по вопросам благотворительной деятельности при администрации городского округа в полном составе. Здравоохранение, образование, культура, социальная защита, поддержка людей с ограниченными физическими возможностями. Это далеко не полный список направлений, по которым работает совет. На нашей территории функционирует детский дом. Это государственное учреждение, где воспитываются дети дошкольного возраста. И у нас уже несколько лет подряд действует система поддержки шефская. То есть за каждой группой закреплено свое предприятие, закреплены шефы. И вот такая поддержка в течение года, общение с детьми и финансовая поддержка, она составляет до 3 миллионов в год. Вклад благотворительного фонда в развитие города видят и чувствуют многие горожане. Организация праздничных мероприятий, премии, стипендии главы администрации, приобретение дорогостоящего инвентаря, поддержка талантливых и одаренных людей делают то, что необходимо городу. То, что без поддержки фонда недавно казалось лишь избыточной мечтой. Стоит отметить, что на заседании присутствовали приглашенные гости. Председатель общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина и председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Галия Мухмадьянова. Из первых уст мы сегодня узнали, какие есть некоммерческие организации, чем они занимаются, есть ли местные организации, есть ли региональные, как работает региональное представительство, потому что это очень важно. Очень много порадовало, что более 20 миллионов привлечено некоммерческим сектором на различные гранты, на различные социальные вызначимые проекты городские. Ну и, наверное, еще одним из основных, то, что все-таки город сейчас у вас опережающего развития. На заседании было решено в этом году в нашем городе провести форум некоммерческих организаций для моногородов, который, возможно, даст импульс для развития города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Работа ответственная, но бесплатная. Речь идет о деятельности общественной палаты. На днях в Кумертау прошло первое заседание нового состава общественной палаты нашего города. Кто входит в организацию и какими вопросами они будут заниматься в нашем следующем материале. Новый состав общественной палаты сформирован из 15 человек. Семь из них назначены главой администрации, остальные избраны на конкурсной основе. Это представители разных сфер – образование, ЖКХ, здравоохранение и другие. Их задача – быть соединяющим звеном между властью и населением. Об этом в своем обращении говорила председатель республиканской организации Ольга Панчихина. Мы на общественную палату города Кумертау тоже возлагаем очень такие большие надежды, чтобы она работала очень активно, чтобы она осуществляла действительно общественный контроль, не только на бумаге, отправляя там какие-то нам отчеты на сайт палаты. Нет, она проводила и общественный мониторинг, и общественное слушание, и общественную экспертизу. То есть она стала полноценным общественным органом в городе, который бы помогал и показывал, наверное, те возможности. Сначала показывал проблему, но в то же время решение тех вопросов, которые очень сильно волнуют граждан. Для более эффективной работы подготовлены методические указания. Сборник подготовлен совместно с местными общественными советами. Кроме рекомендаций, общественникам нужно будет изучить и ряд региональных и федеральных законов. Все это пригодится в работе. Чтобы мы с обществом решали эти задачи, чтобы народ был информирован о том, что происходит у нас в администрации, какие хорошие инициативы. Потому что есть инициативы, которые проходят мимо незамеченным народом. Мне хочется, чтобы люди знали, что происходит у нас в городе. Не просто из газет, а непосредственно от нас, от общественников. В новом составе общественная палата города Кумертау будет работать два года. В ближайшие дни планируется избрать руководителя организации и секретаря. Самый снежный день. Таким запомнится 28 февраля Кумертауста. Последний день зимы высыпал на город месячную норму осадков. Вообще февраль оказался на редкость капризным месяцем, который принес много атмосферных явлений. О погоде и о последствиях в нашем следующем материале. Морозы, дожди и снегопады. Такие капризы погоды штурмовали Кумертау на протяжении всего февраля. Вот и последний день календарной зимы приготовил суровый экзамен горожанам и коммунальным службам. Виктор Савин водителька 700-а на расчистке дорог с 5 утра. Правда, работу дорожных служб не видно в прямом и переносном смысле. Видимость не больше 100 метров и сильная метель дают о себе знать. Где-то конец февраля, начало марта будет самым тяжелым временем года. Потому что смена погоды, обильные осадки в этот момент и в виде дождя, и в виде снега. Снег в виде дождя очень затрудняет очистку наших дорог. Тяжелее всего приходится жителям частного сектора. На этом участке техника прошла час назад. Сейчас здесь ни пройти, ни проехать. На перекрестках, продуваемых ветрами улиц, быстро образуются снежные заносы по пояс. В связи с тем, что такие погодные условия сложные, ветер и снегопад, сложно поддерживать нормальное состояние всей дороги. Поэтому где-то затор случается, но в основном люди работают. Пока тяжелая техника расчищает основные дороги, подъездные пути к своим домам пробивают привыкшие к большим снегопадам домовладельцы. Почти месячная норма осадков обрушилась на город за сутки. И это не единственный метеорекорд. Февраль был очень ветреным. Штормовой ветер с порывами более 15 метров в секунду наблюдался 11 дней. Дней с поземками и метелями 21. Осадков за месяц наблюдалось 90 миллиметров, что составляет более трех месячных норм. Наибольшее количество осадков наблюдалось в третьей декаде. В дальнейшем, 1-2 марта, атмосферное давление у нас будет расти, поэтому погодные условия улучшатся, снег уже будет небольшим. Насколько долго в марте погода будет благоприятной, пока не ясно. Понятно одно, что после снежной зимы нужно готовиться к большому половодью. Опасность сверху почти как налет захватчиков. Кому-то покажется смешным, но не пешеходом, проходящим мимо многоэтажных зданий. Именно здесь их подстерегают грозящие сорваться с высоты наледь и сосульки. Сезонным явлением борются коммунальщики. За ходом работы наблюдал Константин Меркушев. Конец зимы, начало весны. Время, когда управляющим компаниям приходится работать в режиме нон-стоп. В связи с снегопадом и теплой погодой в городе введен усиленный режим чистки кровли от снега. Температура за два дня резко меняется. И вот результат. Сугробы на крышах тают и зачастую падают с крыш до того, как их удается убрать коммунальщикам. На крышах многих домов появились сосульки. Где-то они совсем небольшие, а где-то над головами прохожих свисают настоящие ледяные глыбы, представляющие серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль за состоянием крыш, а также мобилизировать все силы на очистку от снега и сосулек. Управляющие компании работают в авральном режиме. Весна или зима, как обычно, у нас приходят неожиданно. Работаем мы сейчас по очистке кровель, по очистке дворов. Стараемся, чтобы на проходных частях в первую очередь производить очистку сосулек с крыш, чтобы не было несчастных случаев. Ну и, соответственно, очистка дворов. С сегодняшнего дня был увеличен рабочий день у работников управляющей компании. Теперь они работают до 6 часов вечера. Максимальные силы бросаются на борьбу с остатками снега. В усиленном режиме, я хочу сказать, сейчас управляющая компания работает. Вчера была достаточно сильная пурга. Все-таки снежные навалы и сосульки, они есть. И сегодня вот теперь сосульки есть. Там, где управляющие компании не могут, будем так говорить, не успевают очистить, а не ограждают. Но вот сейчас проехал по городу, вижу, что работают. Но все равно, все-таки, сейчас очень сложно в том отношении, переменчивая погода. Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает всех жителей быть осторожными и внимательными. Не игнорировать ограждающие знаки. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Спеть любимые песни, почитать стихи или просто организовать чаепитие. Один раз в месяц пенсионеры города собираются вместе, чтобы принять участие в различных мероприятиях. Согласно плану, в этом месяце прошли спортивные занятия. В зале агентства по развитию территории собрались представители старшего поколения педагогического сообщества. Это учителя разных учебных заведений города, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Несмотря ни на что, они остаются активными и полны энергии. Во вторник пенсионеры провели час здоровья. Ввиду плохой погоды пришли немногие. В другие не собирается до 40 человек, говорит активный деятель Совета ветеранов Сулпан Максютова. Надо сказать, что все почти наши учителя встали на скандинавские палки. Мы все ходим ежедневно с палками, и нам очень нравится. И это движение у нас тоже началось вот здесь, именно у нас, на наших мероприятиях. А сегодня вот, к сожалению, пришло не очень много людей, но люди пришли. Ирина Щенникова в прошлом преподаватель ритмики и спортивной гимнастики. Любимой профессии она посвятила более 40 лет. Ирина Михайловна и сейчас в хорошей форме, и теперь проводит занятия для своих бывших коллег-педагогов. Для совместных мероприятий каждый старается найти время, говорит она. Ну, а различные мероприятия нас, может быть, даже и образовывают. Где-то у нас хор идет, где-то у нас художественно-самодеятельность, танцуем на сцене, читаем стихи. А так вы дома сидели, да, скучали? Нет, дома я, у меня дома дел полно. Дома я творчеством занимаюсь, я вышиваю и бисером, и крестиком, и вяжу с удовольствием. А сейчас флористикой занялась. Кроме спортивной зарядки, дамы провели интеллектуальный конкурс. Такая встреча – лишь малая часть большого плана, составленного на весь год. Это будут часы поэзии, концерты, встречи и другие мероприятия. И последнее в субботу 70 лет исполнилось Закеру Насыровичу Акберову, председателю Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов города. Закер Насырович родился 4 марта 1947 года в деревне Зякашметово Каиргазинского района. После окончания Стритамакского педагогического института работал в Мурабталовской и Кшембетовской школах. На 10 лет работал в области журналистики. Лауреат Саровского гранта. Долгие годы работал главным редактором газеты «Кумертауское время». Сейчас на заслуженном отдыхе, но продолжает заниматься литературным творчеством и общественной работой. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Субтитры создавал DimaTorzok